Медиагруппа «Авангард» представляет Мамонта или орган племени, который рассказал соплеменникам, как будут делить эти мамонты и кому достанутся бивни, а кому хвостик. И дальше всё так и развивалось в человеческом обществе. Сначала у нас шли отношения, потом приходили нормы права, которые уже регулировали эти отношения, которые возникали вследствие деятельности, процессов деятельности человека, и таким образом так, чтобы защитить субъектов этих взаимоотношений, этих отношений от действий друг друга, защитить интересы государства в этих отношениях государства тоже как субъект. Так вот у нас и шло-шло-шло, пока у нас не появились современные информационные технологии. То есть помимо привычных нам отношений, то есть процессов деятельности, управления бизнесом, процессов деятельности людей и хозяйств субъектов, и помимо правового поля, в котором они действуют, у нас ещё появились и технологические технологии, как участники современных информационных систем. Ну, например, у нас было всегда, мы жили собственноручной подписью собственной, и у нас не было никаких нормативных регулирований о том, какую ручку, какого материала, какого чего там применять и так далее. Вот у нас там это было такое нерегулируемое отношение. Значит, с появлением электронной подписи у нас уже возникла вот такая композиция из трёх составляющих, а именно уже тех процессов и отношений, которые действуют в текущем правовом поле с помощью некоторых технологических решений, которые обеспечивают реализацию данных процессов. Вот у нас такое своеобразное определение современной информационной системы. И так это, собственно, до текущего состояния оно и дошло, но по принципу осталось то, что право, оно всегда консервативно. Право всегда отстаёт, право отстаёт как от отношений, право отстаёт и от технологий, а тем более от таких инновационных технологий, о которых мы вот на PKI форуме, значит, здесь и разговариваем. И это как бы, это нормальное состояние, что когда право пытается постоянно догнать ту или иную инновацию. И для того, чтобы как-то жить нам в современном изменчивом мире, инновации, они всегда быстрее, технологии изменяются, чем консервативное право. Ну, отношения можно отодвинуть в сторону, они как и были, мамонта как мы делили, так и делим, просто сейчас уже не мамонта, а другие уже у нас интересы, объекты, дележа. Вот, квартиры там и прочее, как вот здесь говорили. Значит, ну, вот появилось, что потребность в правовом поле начали действовать технологии, которые всегда перележают впереди. Ну, как бы они идут впереди. Государство пытается как-то это тоже учесть. Вот появляется там 258 ФЗ об экспериментальном правовом режиме, значит, в Российской Федерации, когда можно там для отдельных отношений в отдельных территориях установить такие правовые нормы, на которые требования регуляторов там не совсем полностью действуют, которые, ну, так, если, ну, по-простому изложить вот что такое экспериментальный правовый режим. Значит, ну, в нашем, скажем так, в 63 ФЗ об электронной подписи идет всегда все по-другому. Ну, конечно же, вот как бы мы жили в свое время закона об ЭЦП, который жил в традиционной парадигме, что вот есть отношения, есть право, технологии я не регулирую. Как бы технологии он вообще не регулировал, технологический нейтральный закон. С появлением 63-го закона об электронной подписи, значит, соответственно, у нас появились две технологии под названием там, ну, я не буду говорить об правовых новеллах, типа удостоверяющих центров как юридическое лицо, там, или еще что-то, я буду говорить о технологиях именно как. Средства электронной подписи у нас появилось, средства удостоверяющего центра, появились там правые акты, в принципе, ничего страшного такого на самом деле не было, то есть право описало существующие, привычные, апробированные на тот момент технологии, которые были в нашем информационном обществе, которые мы здесь обсуждали там на уже 18-й ПКИ-форум обсуждаем, и все это было как бы оно нормально. Но появился 476-й ФЗ, соответственно, в декабре прошлого года, где он привнес еще дополнительный ряд дополнительных технологий в правовое поле применения электронной подписи. При этом, значит, достаточно большое число. Я не стал все перечислять, а именно там технологии, удаленной идентификации биометрической там, с помощью загранпаспорта, единой биометрической системы, то есть что это там, как, чего идентифицировать, какие воли и заявления, какие акты, какие действия в отношениях между пользователями, удостоверяющим центром, пользователем и, ну, как бы владельцем ключа, значит, и оператором удаленной подписи электронной. Про это я не говорю, но, значит, он привнес такие, как средства доверенной третьей стороны, средства электронной подписи для доверенной третьей стороны, средства удаленной электронной подписи, о чем мы сейчас говорили, значит, у нас появились такие новеллы. У нас появились понятия там метки времени и работы с ними, значит, ввелись такие технологии, появились машиночитаемые формы доверенности. Но закон, он не раскрывает, что это и как. Он объяснил это зачем, но не объяснил это для чего, ну, в смысле, как это делать, потому что закон, он не должен определять, ну, в смысле, описывать технологию, описывается технологии в подзаконных актах. И, соответственно, у нас сейчас сентябрь 2020 года, и как вот здесь вот, значит, господин Кузнецов сказал, что из 25 у нас один принят подзаконных актов, 24 еще не принято, и даже, некоторых даже, мы даже и не видели, эксперты там, а что это такое? Некоторые, ну, например, там, средства удаленной подписи. Мы даже и не знаем, что это такое, что за технология, как она будет описана в технологических документах. Но мы не забываем, у нас, значит, поправки, что в январе 2022 года у нас 63 закон вступит в полную силу, все заработает, что решения по технологиям, они должны быть приняты, технологии должны быть определены, сертифицированы, закуплены, развернуты и введены в эксплуатацию. И уже начали работать. То есть у нас осталось чуть больше года. И, соответственно, на своем этом выступлении, ну, я не хотел опять там кидаться тухлыми помидорами, значит, в регуляторов, на самом деле, ну, вот так получилось. Теперь давайте мы попробуем, я, это чисто мое экспертное мнение, а что с чем там соотнести. Какие у нас есть решения, какие их можно под технологии запустить. Вот тут старался, чтобы было видно, три колоночки. Соответственно, у нас, значит, в левой колоночке у нас привнесенная технология, в середине это существующее решение. И третьей колоночки, это вот, как оно потенциально будет возможно, возможно, будет использовано это существующее решение. Ну, понятно, что-то, коль уж представитель коммерческий директор от КриптоПро, то я и буду ссылаться, как бы, чтобы было понимание на какие-то свои решения, наши решения, что как они относятся. Ну, так вот, употребление. Хотя существует не помимо наших решений, есть еще и другие решения достойных компаний. Значит, ну вот, прошу простить такую вольность. Средства, удостоверяющие центры. Соответственно, планируется, что у нас, ну, как бы, на текущий момент есть у нас там приказы ФСБ, там 395-й, извините, вот, приказы ФСБ, которые, там есть технологии, которые регулированы, у нас есть привычные нам КриптоПроУЦ, и мы думаем, мы думаем, что он вот прямо так и будет в 476-й и будет жить. А вот неизвестно, потому что из-под законными актами предусматривается внесение изменений в требовании к средствам удостоверяющего центра и к средствам электронной подписи ФСБ будет носить, что он там внесет, как внесет, вопрос экспертный, мы не знаем. Вот, возможно, что потребуется доработка, возможно, может на уровне эксплуатационной документации, может быть на программном коде доработки. Скорее всего, экспертное мнение кажется, что нам позволят жить в действующих сертификатах, и эти все доработки мы будем, наверное, когда у нас подойдет срок окончания действующих сертификатов, что мы уже пересертифицируемся на эти новые измененные требования в плановом порядке. То есть экспертно, что здесь революции ожидать, возможно, не стоит. Аналогично к средствам электронной подписи. Вот мы там живем, криптопросе СП или идентификаторы аппаратные от компании «Актив», «Аладдин» или еще что-то. Туда тоже, к этим средствам электронной подписи, будут выноситься изменения. И мы думаем, что революция, так как они уже все-таки в миллионных количествах посеяна, добрая и вечная, что вот так вот прямо, не потребуется резко их обновление, изменение и так далее. Но, скорее всего, будут, коль требования изменены по формальным признакам, надо будет на соответствии этим доисследоваться на соответствии этим требованиям и там сертифицироваться, скорее всего, в плановом порядке. Средства ДТС, привнесенная технология, ну и там средства электронной подписи для ДТС, для доверенной третьей стороны. Ну, как бы технологии есть, я тут специально, ну, я имею в виду под технологиями, там 842, там рекомендации X843, там и так далее, там ДВЦС. В принципе, из решений, которые могут быть подведены только у Газинформсервиса, Литория, ДВЦС, служба доверенной третьей стороны. Значит, он потенциально может как-то быть подан, заявлен на сертификацию в качестве такого средства. Пока требований нет, требований, утвержденных требований нет, вероятность, но то, что требуется однозначно, его будет потребоваться доработка и полный цикл сертификации, полный цикл сертификационных тематических исследований и сертификационных испытаний, это однозначно. Средства удаленной электронной подписи, ну или там, как это, инфраструктура удаленной электронной подписи, о чем сегодня мы тоже многократно говорили. Понятно, что для нас этот детеныш, который мы как решение будем привносить, это криптопрода ДСС, у нас есть однозначно уверенность, что нам придется его дорабатывать и придется заново сертифицировать. То есть появлением этих требований можно сказать, что прекращается действие сертификатов текущих и надо будет производить полный, скорее всего, цикл тематических исследований сертификации на соответствие вот этим новым требованием, не измененным, как было предыдущих средств УЦ и средств электронной подписи, а именно новым требованием. То есть мы такое так, наверное, вместе с ДВЦСом, с ДТСом мы так вот и пройдем этот тяжкий путь. Значит, метки времени. Вот метки времени в том, даже в тех проектах, которые есть, это такое вот, мне кажется, такое дитя, которое может вылететь с водой из тазика вместе с ребенком. Потому что все-таки мы оперируем, если технологически, то метка штамп времени, она никогда не подтверждает момент подписи электронного документа, о чем прописывается в постановлении. Никогда такого нет. В приказах Минсвязи, в проектах. Она фиксирует факт, что вот такой-то документ с такими-то реквизитами был в таком-то времени представлен. Вот и все. Комбинации можно какой-то дать временной промежуток времени, комбинации меток, что у нас он был документ, скорее всего, был подписан вот в этом, ну, не скорее всего, а доказательно, что он был подписан в этом временном интервале, но не больше. Тем не менее, упорно, вот это вот технологически, это продвигаются вот такие концепции, при этом, что метку времени проверяют некие там ДТС, удостоверяющие центры, операторы информационных систем, а пользователь бедолага. Он-то, как, я как, должен же проверить, как. Ну, в общем, тем не менее, технологический аспект, вот у него такой есть. Куда выведет кривая, тоже непонятно. Ну, и отдельная песня, машиночитаемая у нас, значит, форма доверенности, которой даже технологий нету. Я не смог найти, а чем будем мы технологически закрывать эту брешь? То есть у нас как бы появляется, что надо вместе с подписью физического лица, надо полномочия прикладывать. Как, что прикладывать? Как их обрабатывать в информационной системе? Это должно быть автоматизированным, и это инновация. Так вот, у нас опять правовая конструкция определена, а технологий под нее нет. То есть у нас опять убежала, к сожалению, телега впереди лошади, хотя в нашем случае телега должна пристись сзади. Право должно быть сзади, за технологией. Сначала бы технологию проверили, особенно в экспериментальных песочницах каких-нибудь на правовом режиме. Ну, а потом можно было бы… Вот тут, как и я, и компания CryptoPro, мы ничем не можем никому подсказать, что делать будем с машиночитаемой, какие автоматизированные системы. Понятно, что их надо автоматизировано будет как-то обрабатывать. Будет ли сертификация, будет ли какая-то оценка кем-то экспертно, насколько корректно с ними работаются, потому что, в общем-то, на основании них будут совершаться правовые действия, в том числе отчуждение собственности. Поэтому, если их привнесенные технологии раздобить на две части, то, на наш взгляд, мы спокойно, как аккредитованный удостоверяющий центр, мы спокойно, кто сможет финансовые требования, кадровые там обеспечить, со средствами удостоверяющего центра, спокойно аккредитоваться на текущих средствах ЭПЭ, на текущих этих, скорее всего, и на метке времени, потому что вот эти будут правовые коллизии, как в один ЭЦП или там в 63-м ФСР, мы несколько лет будем усолить эксперты вот так вот, вот эти приказы, постановления, но жить будем все равно таймстампинг протокол со службами ТСП и жить будем вот в этих технологиях. Поэтому я вот эту мутность, но отвел как наименее проблемную привнесенную технологию. Но наиболее проблемными это средства удаленной электронной подписи, потому что требований нет, и даже там проекта нет, и эксперты ничего не могут. Средства ДТС и машиночитаемая форма доверенности, которые, они нам аукнутся, и, скорее всего, к первому там января 22-го года они не запустятся. Как будем жить, не знаю. Но это тоже не цель моего выступления, там как и кто виноват. Что постарался просто дать экспертную оценку, в какие технологии надо вкладываться, в какие можно посмотреть еще. Ну и на этом я свое выступление хотел закончить, значит, и готов ответить на вопросы, если они есть. Спасибо большое, Юрий, коллеги, вопросы. Хотя такой доклад, позвольте комментарий, буквально полчаса назад я организаторам давал интервью, ну и там тоже был вопрос, как вы оцениваете, собственно, новые поправки к ФЗ, какие, собственно, проблемы и видите, какие преимущества. Вот я не видел твою презентацию, честно скажу, но могу сказать, что практически слово в слово мой комментарий повторяет того и сказанное. То есть действительно все то, что сейчас происходит, ну напоминает некий забег в некое никуда. То есть когда еще ученые даже не поняли, вообще надо ли туда бежать. Инженеры уж подавно еще даже ничего не сделали. Мы точно так же, как компания CryptoPro, не имеем ответов на поставленные вопросы, но при этом есть четкое понимание, что даже если прям завтра у нас появятся вот эти требования технически, грамотно прописанные, то нам и коллегам потребуются от года до двух лет для того, чтобы просто это реализовать и сертифицировать. То есть мы уже выпадаем за вот те сроки, названные внедрение всех этих замечательных неописанных технологий. Даже ускоренная сертификация нам не поможет. Да, да, вот это реальная проблема, что пока что, к сожалению, все вот эти поправки, это во многом больше похоже на… Ну, вот просто я еще добавить, что вот это вот, когда мы не отрегулировав технологию, а уже привнесли, значит, вот это, сегодня уже был такой вопрос, там, про недвижимость, и, значит, там, и все. Я сам просто вот в этом году, ну, правда, она маленькая, там, вот такая маленькая-маленькая недвижимость, но я покупал вот в электронной форме, она зарегистрирована в Росреестре, значит, получил. Я замечательно, значит, там мне на симку пришел пин-код, который надо там к моей удаленной подписи, значит, ввести, и самое, будете вы смеяться, я его вводил ни в браузер, никуда, я его сообщал менеджеру-застройщика, этот пин-код диктовал по телефону, и он вводил, и это была, получилась квалифицированная электронная подпись, потому что Росреестр зарегистрировал, он принял. Вот после того, как кто-то принял, признал квалифицированный, никто уже, извините меня, никакой там эксперт из регулятора не скажет, что эта подпись не квалифицирована, извините, прецедент есть, ну, как бы, вот, а его признали, значит, подпись легитимна. Коллеги, вопрос не созрели? Спасибо Юрию большое. Спасибо.